книга открытым оком том 5 вопрос 1402 тема христос бог и человек мы знаем что бог един предвечен безначален не изменен не изменен мудр значит ли значит ли это что бог всегда действует по единой своей мудрой логики по всей видимости должно быть так значит ли это что богу всегда во все времена угодно одно и то же по всей видимости должно быть так тогда как объяснить такие различия в принципах изложены в книгах ветхого завета и книгах нового завета особенно в евангелиях как понять что в книгах ветхого завета очень много говорится о материальных ценностях о том что бог учит еврейский народ как разорять другие народы и даже обещает помочь еврейскому народу в этом когда как в евангелиях христос прямо говорит о том что врагов своих надо не уничтожать а любить молиться за них то есть получается что заветы данные единым безначальным предвечным неизменным мудрым богом противоречат друг другу но это же не может быть и не должно быть значит просто мне не открыто какая-то истина от меня скрыто какое-то знание какое отвечает игдате тихонович лапкин с евреями бог разговаривал а как с маленькими детишками так они еще были очень и очень несовершенны послание галатам 3 глава 24 стих и так закон был для нас и детоводителем ко христу дабы нам оправдаться веры апостол павел олицетворяет себя с тем ветхозаветным иудейством говоря о несовершенстве их и потому с ними бог так и говорил ли печущим языком как мать с детяти своим приводя постепенно их к совершенному 1 коринфянам 13 глава 11 стих когда я был младенцем то помладенческий говорил помладенческим мыслил помладенческий рассуждал а как стал мужем то оставил младенческая книга исая книга пророка веса и 28 глава 11 стих зато ли печущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу отец один и тот же но дитя растет и отец уже говорит с подрастающим сыном иным языком если в ветхом завете обещаны были блага земные захват земель многочадия здоровья и долголетия то нового заветному человеку обещано уже царство небесное и блаженство вечное сравни одно с другим нас бог питает их горни и мудростью 1 коринфянам 26 мудрость же мы проповедуем между совершенными но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих 1 коринфянам 32 я питал вас молоком они твердую пищу ибо вы были еще не в силах да и теперь не в силах 1 коринфянам 14 20 братья не будьте дети умом на злое будьте младенцы а по уму будьте совершеннолетние человек в ветхом завете был крайне не самостоятельно его за руку водить нужно было и прикармливать земными пирожками послание галатам 42 со 2 пока той стихи он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного так и мы доколе были в детстве были порабощены вещественным началом мира но когда пришла полнота времени бог послал сына своего единородного который родился от жены подчинился закону чтобы искупить подзаконных дабы нам получить усыновление хотя закон и был от бога и был благодатью первичной какую логу усвоить невозрожденный человек но потом и закон был упразднен более совершенным послание к римлянам 10 глава 4 стих потому что конец закона христос к праведности всякого верующего евангелие то она 1 глава 16 17 стихи и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать ибо закон дан через моисея благодать же и истина произошли через иисуса христа я не хочу кому-то насолить не собираюсь соль на раны сыпать но те которые есть соль земли страдают часто в лагерях и ссылках когда соль правды внес предтеча в речь и обличил за грех и радиаду то голова пророка пала с плеч в борьбе за соль за истину за правду как пыль земную прибывает дождь когда вы сталкиваемся с грозою так фарисеев повергали в дрожь слова христа приправленные солью за соль евангельскую был стефан убит но изменившая моральный климат соль покидает христианский быт соль без которой жертвы бог не примет в морской воде наличествует соль там много столь полезного нам йода друзья давайте грех почтя засор омоем души в благодатных водах где нет христа гниение и развал у моей воли совести и чести да будет делом связаны да будут сделан связаны слова приправленные солью благочестия савченко